Девочки, мои дорогие, всем огромный привет! На Севу Адамяна будем делать обзор на последнее видео, девчонки. Нас обдурылы! Нас обдурылы! Беде, перебеде, мат, перемат. Это какой-то трэш. Вот по-другому даже не скажу и слов больше не подберу. Знаете, вот могу даже сказать, Одне дурне поехало в турне. Так и с нашими героями. Но по порядку, все, как обычно, я говорю. Сначала, ребята, у Коли цель. Антикварные лавки. Пообещал же подарок зайчику сделать. Поэтому в Стамбул, да, все помним, в Стамбул приехали. Ни о каких достопримечательностях речь не идет. Ни о каких там архитектурах, голубых мечетях. Там рассказывали девочки о мост посмотреть, о Босфор. Ребят, вы о чем вообще? Это не те люди. Это не тот контингент. Прибыли в Стамбул. И самое главное, мусорные баки. Позаглядывать, как открываются. Увидеть всю эту гадость, грязь, смрад в баке. Унюхать это все. И потом хихикать стоять и расспрашивать. Коля, ты так и бачив? А Коля, а загляни? А загляни, Коля, а ты такого не да не бачив? А кто же бачив такие мусорные баки? С педалькой, девочки. Баки с педалькой. Достопримечательность Стамбула. И движутся по улочкам, подворотни какие-то, кафешки, забегаловки какие-то страшные, убогие. Стоит на улице столик. Люди там трапезничали. Он проверил все на столике. Нам заснял крупным планом объедки, грязные тарелки, хлебницы. Все это в перемешку с салфетками, с крошками. В общем, все это очень притягивает и прельщает сам Вэлла. Вот что человеку интересно. Ради чего нужно было ехать в Стамбул? Я не понимаю, девочки. Это люди подготовились к туристической поездке. Идет и бубнит, и бубнит про эту машину. Да, главное, что машина на стоянке платной стоит, говорит Сева. А мы будем пешком, правильно. Уже ноги понатырав, уже понатырав так болят ноги. Но главное, что у нас машина есть. Господи, как бы ты закрыл уже свой рот. Ребят, смотришь какие-то короткие видео через экран, до такой степени раздражает. Ну, дед-пердед. И вы еще там некоторые писали, говорили. Ой, селочка, да женись. Да тебе бы жену, да деток бы. Какой бы был хороший папа и муж. Да какой бы семье не... Вы с ума не сходите? Вы его вообще видите, как он себя ведет. Этого человека вынести невозможно. В очередной раз скажу ваши же мысли, озвучу, девчонки. Как этот Коля терпило. Просто назову его без оскорблений, по факту. Человек терпило. Как он это все выдерживает. И это же не час, не два и не один день. Движутся. Коля по навигатору, я так понимаю, в телефоне нашли какой-то магазин. Большой, несколько залов. Длинные такие залы. И в каждом зале даже, по-моему, пару этажей. Бутики, такие ячейки стеклянные. И там полным-полно этого барахла. Я даже антикварные лавки, девочки, не хочу говорить. Ну, барахла. Полным-полно. Восхищался, восхищался, бегал, бегал. А вот тут, а вот это, а вот здесь. Потом, как обычно, начал фукать. Его ничего не впечатляет. Это ему ничего не надо. Прикопался чуток к мужику, к турку. Ну, видать, он где-то торгует в этом же здании. Таким же товаром. Картину хочу. Хочу картину. Мужик ему объясняет. Этот бутик, вот непосредственно маленький такой магазинщик, стеклянная дверь, закрыт. Уже много месяцев не работает человек. А телефон? А дай ты номер телефона. А позвонить? Коля, скажи ему. Хай позвоне. Хай позвоне, хай пройде. Хай дай ключи. Зачем? Ради чего? Ты будешь что-то покупать? Ты нафига людям мозги полощешь? Зачем ты это делаешь? Зачем ты напрягаешь вообще людей? Через стекло все видно. Пожалуйста, смотри. Притом ты комментируешь. Тебе ничего не нравится. Картины не картины. Зачем звонить куда-то человеку? Вызывать человека? Или бежать за ключами? Чтобы ты кто? Пан барон голубых кровей вошел пальчиками растопыренными, потыкал в эти картины, пофукал, бэкал и вышел? Колясик увидел автомат здесь с водой. Ой, а вода? А почем вода? А воды хочу. Вы можете воду купить себе в любом кафе? Мужику пришлось достать, дать ему бесплатно эту воду. Не взял он деньги. Ребят, как-то я немножко неловко себя чувствовала. Вы чего зашли в этот магазин? Воду покупать? Мозги полоскать? Товар смотри? Или зачем? Или действительно, как многие пишут ради контента, шляетесь по каким-то подворотням? Девчонки, котыки, усих котыки, всех котов он в Стамбуле увидел, погладил, посюсюкал. Ой, котыки, ты что приехал? Сто раз спрошу. Котов рассматривать. Зачем ты в этом городе находишься? Понятное дело, Стамбул, торговый город, испокон веков, столько лет, столетий люди торгуют. Что ты от них хочешь? Чего ты хочешь и ждешь от этих людей? Когда ты обращаешься к человеку, помогите, пожалуйста, с этими проездными карточками. У нас в Португалии это называется пас, то есть проездной билет на какой-то период времени. Можно купить на неделю, можно купить на месяц, пополняешь счет и передвигаешься. Можно купить на любой вид транспорта, начиная от метро, заканчивая автобусами, трамваями. Можно на какой-то отдельный вид транспорта приобрести такие карточки. Девочки, люди поехали за границу. Люди поехали в Европу, не зная ни слова, хотя они утверждают, что они владеют английским языком. Ни Б, ни М, ни Кукареку подошли к мужчине и просят помощи. Мужик по доброте, душевной, тратит свое время, бросил все, он ехал, по-моему, куда-то, на остановке стоял. Давай им помогать. Я здесь была настолько поражена, удивлена и было настолько неприятно это все смотреть. Мне, сидя в Кировограде, на моей кухне, было стыдно, девочки. Почему-то стыдно было за всех, за нас, вот смотря на поведение вот этих двух лбов, тупой еще тупее. Дали 40 лир, да, лиры у них, по-моему. Карточки по 10 стоят. Мужик купил вам эти карточки, 20. И еще по десятке закинул вам на счет. Сто раз повторил, но они же не подготовлены. Они не удосужились заглянуть в переводчик, какие-то выучить 30-50 слов на турецком языке, которые вам пригодятся при передвижении, при покупках в магазине. Спросить где-то что-то у местных жителей. Это же не отель, где люди знают русский язык. Они обучены этому, как-то на английском разговаривают. Хотя турки разговаривают в большинстве своем на английском языке. Нет, они не подготовились. А зачем? Они же приехали, Турция, встречай, мы вот они. Падайте штабелями и услуги оказывайте нам бесплатно, девочки. Они так хотели. Мужик им показывает, что сейчас в связи с вот этим коронавирусом во всем мире, да, существуют тесты. Их нужно сдать. И вот этот результат отрицательного теста, вот этот код, ХС-код, привязать к этой карточке. То есть обезопасить людей, окружающих, что у тебя отрицательный тест, ты не болеешь, поэтому имеешь право передвигаться в общественном транспорте. Все правильно, но так как вы туристы, у вас нет такой возможности сделать вот поэтапно эти все процедуры, мужик взялся вам помогать. Он купил эти карточки, он вам их активировал и показывает, ой, я не могу, и рассказывает, что нужно этот ХС-код еще привязать. Я услышал этот Савелий Ад, там призывали меня в комментах называть его Аршалуйсович, потому что я делаю деньги на нем и уважительно должна обращаться к Самвелу Аршалуйсовичу. Вот после увиденного видео, ребят, даже Самвел вот называть как-то язык не поворачивается. Вот этот Савелий Ад, понимаете, услышал тотал слово, что значит посмотреть, баланс. Ага, нас хочет надурить, нас наебли. Девочки, тирада из матов такая, и давай убегать. Схватили эти картоны и давай бежать. Ты лох на Колю, тебя развели. Коля, нас развели, не нас, а тебя, мать-перемать. Идет мужик навстречу. Месье кидается к новому мужику, сам себя начинает истерически рожать. Что это? Вызовите карету скорой помощи чуваку, ему помощь нужно оказать. У него какие-то психические расстройства или что? Человек вам помочь хотел. И не мудрено, что вот в маленьких киосках, я там почитала комментарии, я в Турции не была, но девчонки пишут, что за услугу берут 5 этих единиц денежных. Мужик запросил 30 денежных единиц. Это что, сумасшедшие деньги? Почему вы решили, что вам должны все вокруг и помощь оказывать, и все это делать бесплатно? Это 3 копейки. Это стоило бы тебе, Сева, несколько поездок на автобусе. Это дорого. Так ты бы мог все время, находясь в Стамбуле, передвигаться в любом транспорте с этими карточками. Ненормальные? Что с вами? Девочки, он матерился просто как сапожник. Он оскорблял всех людей к ряду. Он бегал, как будто обожженный, как будто ему рану кто-то наживую нанес, как чокнутый. И бубнил, что он понатирал ноги. Так если в голове Вавка, а ногам, конечно, будет плохо, Сева. Вообще, если в голове Вавка, пыть Зеленку. Вот зеленкий глоток выпей, может тебе полегчает. А тут только ноги бедные страдают от твоей ненормальной головы. Ребята, это трэш. Это мой заключительный вердикт. Я не знаю, как эти люди вообще готовятся к поездке за границу. Как они, о чем они вообще думают? Почему они, в принципе, сюда приехали? Что делать? Ходить по этим помоечным рыночкам, заглядывать в мусорные баки по забегаловкам и объедки снимать? В общем, на этом я ставлю точку. То ли еще будет, ребята. Пока.